Приветствую вас и предположим, что мужчина действительно вот делает все эти вещи, которые он делает, да, то есть, вот, предлагает вам услуги, которые вы не можете от него принять. Вам нужно для того, чтобы понять, как быть, попытаться выяснить, попытаться выявить его, вообще-то говоря, цель. То есть, он для чего это делает? Он чего хочет от вас добиться? У него, если он какие-то на вас классные, он пытается вас привязать, он хочет с вами сблизиться, он хочет вас зависимо оставить, или он хочет выглядеть для вас щедрым, хотя в действительности таковым не является. Какие его желания? Ага. И, вы знаете, вы ведь можете это понять. Вы можете это выяснить через диалог с ним, через наблюдение за ним, может быть, через общение с его знакомыми и так далее, чтобы вам было понятно, к чему, вообще говоря, мужчина стремится, к чему он хочет. Вот, если вы сможете понять его желание, то вы, соответственно, сможете для себя определить, а вас вообще вот это вот устраивает то, чего он хочет или нет. И тогда вам будет более понятно, как себя вести. Но это, скорее, знаете, долгосрочная перспектива, потому что вы можете и не понять, что мужчина хочет. И тогда вам самой нужно спросить себя. Вот, видимо, то же, как человек себя ведет с вами, да, видимо, вам это неприятно. Почему неприятно? Ну, потому что такое поведение, оно, как бы, двусмысленно, да. С одной стороны, мужчина вроде бы как вам помогает, с другой стороны, вроде бы как это вас оскорбляет. Потому что он, как бы, знает, что вы не согласитесь на его помощь. И за что вас такая ситуация не устраивает? Вы не написали, сколько вы знакомы с этим мужчиной. Если много, долго, то можно ему это сказать. То есть сказать прямо, что вот, не надо мне ничего предлагать, я ничего не прошу, от тебя мне ничего не нужно, я ни в чем не нуждаюсь и так далее. Если вы достаточно близко общаетесь с этим. Если контакт еще ближе, то есть если вы проводите там время вместе и вообще у вас не только дружеские отношения, или по крайней мере на это есть намек, то можно объяснить молодому человеку, или мужчине, что, ну вот, по факту, вы не можете принять его подарки, его услуги, его приглашения, всего ряда причин. И просто привести ему все эти причины. И указать ему на противоречия. И посмотреть, как он на эти противоречия отреагирует. Понимаете, если мужчина действительно делает это, чтобы вас как-то унизить, может быть, да, или чтобы добиться своих целей, своих интересов, то он, конечно, отреагирует негативно. Он начнет обижаться, вас обвинять и так далее. А если он это будет делать, если он это делает все для вас, прошу прощения, соответственно, он извлечет урок, условит опыт и поменяет свое положение, свое отношение к вам. То есть, суммируя все, вы же сказали, нужно сказать так. Для начала постарайтесь определить любыми способами, любыми путями, чьи интересы мужчина преследует. Может быть, он воспитан так, что, вот, хочет вам помочь совершенно бескорыстно, совершенно бездостейчиво, совершенно откровенно, искренне, да. Ну, то, что не попадает, например, он вовремя не попадает в нужный момент, ну, это, знаете как, это зависит от чувства такта. Вот человек может просто не понимать, когда можно что-то предлагать, когда нет. Вот у него есть, и он непосредственно взял и предложил, есть такие люди. Их мало, их мало, но они есть. И прежде чем предполагать, что мужчина вот специально, вот, он ставит вас там, какое-то неудобное положение, там, если ему это выгодно, потому что он постарает какие-то свои цели, или, может быть, реализовывает комплексы, пытается купировать их, ну, не исключите этот вариант, этот вариант. Потому что, если этот вариант не исключить, то человека можно обидеть. И человека можно обидеть совершенно ни за что. Вот чтобы этого не было, вы обязательно постарайтесь этот момент произнести. Ну, а дальше, дальше, если действительно мужчина, если вы увидите, что мужчина действительно преследует свои цели, человек, или ориентируется на цели других. Определить это можно через понимание того, что для мужчины важнее. Вот если, например, я делаю вам какой-то подарок, я делаю вам какое-то предложение. Меня волнует то, что делаю я. Именно я. Меня не волнует, что вы там хотите этого, не хотите, что нравится вам это или нет. Меня это абсолютно не волнует. Меня волнует только то, что я вам могу предложить. И в таком случае можно говорить о том, что я предлагаю вам что-то не для вас, а для супер. И вот именно потому, что я предлагаю вам для себя это и есть эгоистичное правительство, это и есть вознесение своих интересов над вашими. И такое отношение, конечно же, неприемлемо. Такое отношение, конечно же, не является правильным. И его нужно избегать. И если это так, если такое отношение действительно имеет место быть, то можно и нужно говорить о том, чтобы общение с таким человеком прекращалось. Само-то оно ничего хорошего вам не даст. Вы, не дай Бог, один раз примите это предложение какое-нибудь, да, воспользуйтесь этой услугой. И мужчина просто будет вас постоянно попрекать тем же, что вы теперь ему должны. Если это так. А, так это или нет, можно убедиться в наблюдении за ним. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.